А что это? Это библиотека центральная. Это вот эта круглая штука, которая буква, это библиотека. Да. Почти не видно в камеру, но чуть-чуть, наверное. А мы сейчас подъедем к ней, все в порядке, да. Давай подъедем. Мы подъедем. А как это, крутящийся шар библиотека внутри? Она не крутящаяся, это, как она называется, она бегающая строка. А, это иллюзия, потому что это бегающая строка. Да, да. Алмаз знаний. Алмаз знаний. Очень красивое название. И мне понравилось. Сказочное. И я в библиотеке была здесь неоднократно. Таня, там такая красота. Там ботанический сад. Здорово сделаны этажи с книгами, с компьютерами. Все современное, все стильненько такое, все вырезанное. Плитка красивая, стекло. Класс. Да, просто как на экскурсию интересно сходить. Красиво. И многие ходят. А проход, ну, свободный? Нет, надо заплатить. Много? Да, недешево. И на тот момент для меня было дорого, когда я была студенткой. На сегодняшний день, ну, может, рублей, я думаю, 15-20. А ты читаешь только в читальном зале или ты можешь с собой брать книги? Можешь с собой вообще ходить где угодно. Выйти ты не сможешь, потому что у тебя там электронный билетик такой, браслетик. Ты его при входе должен сдать, там все такое. Ну, современная охрана стоит, такие штуки входные стоят. Это да. Смотрите, какой шар. Представляете себе, это библиотека. В такую библиотеку все захотят. А мне интересно, Лена-то наша была в такой библиотеке или нет. Лена, напиши комментарий. У меня слов нет. Очень красиво, очень интересно. Такая библиотека, достопримечательность просто города. Там елочка, глядите, какая справа. Памятник. Не знаю, кому. Вот знаете, поэтому я и стесняюсь снимать выпуски в местах, к которым я не знакома, потому что ты выходишь и не знаешь, что сказать. Вот Юля красиво рассказала, потому что она здесь была. А я не знаю, что сказать. Можно идти чуть-чуть поближе? А, можно вообще подойти? Да, позволяет. А, идем. Ну, давай попробуем. У меня есть читательный билет. Ого! Мы можем попасть туда. А я сама поднималась со своей сестрой на какой-то из этажей, на верхушку. Так. Сейчас ты посмотришь. И там есть подзорная труба, и можно понаблюдать, открывается весь Минск, по-моему, с этой точки. Да, надо в интернете почитать. А ты нашла билет? Нет. Ну, я думаю, они могут пробить. Пошли посмотрим. Я с паспорта взяла. Вдруг повезет. Я такая некультурная, и я не думала, что я буду снимать, поэтому я даже еще ни с кем не поздоровалась. Всем здравствуйте. Мы в Минске. И так как я здесь сама ничего не знаю, я не хотела снимать выпуск, и думаю, просто возьму камеру с собой, а то опять мне как бы, знаете, как бы страшно записывать, потому что мне понапишут, ааа, что ты за экскурсовод, не знаешь, что говоришь. Честно, не знаю. Но все-таки решила камеру достать, показать, что есть. А такую библиотеку, я считаю, вообще грех не показать. Где такую вообще еще увидишь? Мне кажется, она единственная вообще в своем роде. Вообще не знаю, есть ли такая в мире где-то еще. Красотища. Да-да-да, сейчас покажем. Видишь, какая вообще какая-то... Вообще суперска. Какая-то стиля, даже посмотрели, видишь, какие-то... Да, сейчас. А-а-а, да, это наше такое языческое вообще похоже, да? Да-да. Месяц, солнце. И вот это 100% какой-то знак, не знаю какой, да? Да. Это же не просто что-то. Да, очень интересно. Правда, на весы тоже похоже. Но красивенький такой цвет, золотой, приятный. Так, а мы идем к центральному входу. Все елочки такие красивые сделали. Они вроде простые. Елочки очень интересные. Да-да-да, интересные. А вот это вообще как будто из каких-то коробок собрано. Как будто много-много коробок. Своеобразные все елочки. А сочетание зеленого с золотом, это вообще мои любимые. Так, идем. Это как будто выставка елочек разных, да? Такое ощущение, как будто был какой-то конкурс на какую-то креативную елку. Да, может быть. Но похоже, действительно, что каждый выражал свое видение елки. Да? Похоже на то. Там не написано, что это? Чувствуется, чувствуется. Да, написано, Таня, ты права. Да? Да. Вот, потому что это действительно необычно. Вот, написано, чья работа. Это называется елка-бесконечность. Городская аварийная служба. Первомайский район. Они делали в тему со своей, как сказать, деятельностью. Да? Аварийная служба, это как бы чтобы быстро спуститься. У меня почему-то с пожаркой какой-то американская ассоциируется. А это кто делал, любимому району? Непонятно, кто делал. Но очень интересно. Вот это тоже, да? Так простенько. Он такая красивая, красавица. Очень интересно. Это что, из металла? Металла, железная. Отличная идея. Да. Так, а это из чего? Какие-то доски? Это как из шоколада. Нет. Так это, наверное, коммунарка наша. А-а-а, из шоколада. Да, похоже. Как будто либо подарочная упаковка, либо как шоколадки. Что это? Нет, дом, энергосервис. Из плиток, золотых слитки. А-а-а-а. Такую елочку одну и на всю жизнь хватит, да? Чтобы хорошо себя чувствовать. Вот видите, что на стене изображены какие-то всякие знаки. Где? Нет-нет-нет, не сюда, смотришь, справа. А, вот здесь знаки, да. Вижу. И разные там славянские какие-то... Хит-орнамент. Везде какая-то замороченная библиотека вообще. Очень необычно, да? Да, я думаю, Таня, это имеет очень интересную историю. Да. А там уже пальмы, видите, видно, ботанический сад за окном. Как все интересно. Я даже представить, я вчера не могла, что я окажусь сегодня в Минске. Мне так нравится Беларусь. Всегда все очень спонтанно, неожиданно и интересно. Не пойдем, да, далеко? Спасибо большое. Вот, вот, вот мне нравится. Когда Юля что-то говорит и делает, оно всегда все красиво. Так. О-о-о. Какой размах. Какой размах. Представляете, библиотека, это как будто какое-то, не знаю, но не театр, а колонны еще такие. Похоже на какой-то крутой-крутой торговый центр, когда заходишь. Да. У меня даже не театр, сколько билет стоит. Давай спросим. Давай спросим. Да. Там гардероб. Реально как в театре. Тут мне прям вообще гардероб очень театральный напоминает. Веркушку библиотеки и 360 виртуальный тур панорама Минска. Ну, это оно, да? Да, почти. То, что сверху видно. Да, 74 мерта. Утравленное законство с достопримечательностями миска. Но я думаю, что да. Потому что эту библиотеку по кругу можно проходить по кругу. И ты можешь и здесь посмотреть, и здесь, и здесь. И получается, все видишь. Это не то, что в трубу, а просто на крыше по кругу ходить? Да, но там есть и подзорная труба. И подзорная тоже есть. Их несколько, наверное, двери. Три, они стоят как у каждого. Все продумано. А, вот написано обзорная площадка. 23 этаж. 22 кафе. Художественная панорама. Вход с обратной стороны здания. О, до пол одиннадцатого работает вообще допоздна. Молодцы. А лифт и стекла там, да? Да, да. Мы нашли прайс, и я тут его снимаю. Для взрослых 45 рублей. Это если что-то получить на российский, надо умножить на 25 в среднем. И тогда получится российская цена. Посетить музей книги и обзорная площадка. То есть не только подняться. А еще в музей книги можно попасть, да? Да. Тематическая экскурсия с подъемом на площадку. А вот экскурсия. А, это для школьников стоит 35. И здесь какой-то президент. На странном 48. Круглого зала президент центра. Это вообще подлинный. А что это такое где? Вот это девятая, десятая позиция. Обзорная экскурсия с посещением круглого зала президента центра. Там, видимо, что-то особенное. Угу, не самое дорогое. Да, но это летом хорошо. Вот летом, представляете, как хорошо там погулять по кругу. А сейчас мы сюда поднимемся. У нас там просто мы заледенеем. Поэтому не пойдем туда. Так интересно. Тут вот что-то многоярусное. Раз ярус, два ярус, три ярус. Это же все что-то такое. Это же к библиотеке относящиеся. Нет, это просто строительство города. А, это не относится к библиотеке. Вот это лифт, о котором я тебе говорила. А, вот это лифт, который прозрачный. То есть ты едешь и видишь всю улицу. Всю улицу, да. Мамочки, это же страшно. Я летом готова приехать, заплатить деньги. Ну, либо когда будет тепло. И все это снять и посмотреть. Идем. Один раз нужно посетить. Класс. А вот карта, да, которую используют. Прикладываешь магнитную карту просто и проходишь, как в метро. Очень здорово. Спасибо, что мы здесь побывали. Потрясное место. Дай бог, летом вернемся сюда. Такое движение. Это самое натуральное Москва. Да вот поверьте, это минск-красавец вообще-то. И так ярко. Да нормально все. Я же не одна еду. Ну, конечно. А то будет странно, если я буду одна говорить. Минск-красавец, чистенько, хорошо. Люди хорошие, веселые, уютные. Рады гостям всегда. Минск-красавец. Минск-красавец. Мне очень нравится. Очень. Чем мы здесь дольше, тем больше мне нравится. Слева цирк. А, это цирк, да, я хотела сказать? Что такое интересное там круглое? Слева здание. Очень построено место, вроде мало было. Построили огромное здание, красивое очень. А знаете, что это за здание? Тут и офис. Тут дожилые квартиры есть. Но здесь все очень дорого. Ну, выглядит, да, так. Недешево. Очень дорого. Такая подсветка красивая. Угу. Вот белорусский цирк. Сейчас подъезжаем, как бы, ну, одно из центральных мест в Минске, где дворец республики, там концерты проходят. Ну, площадь такая, на которой собираются люди, отдыхают, всякие выставки проводят. Вода просто, она экономилась до центра Минска. Стеклоомыватели, да? Чтоб здесь было чистенько. Да, Танечка, повезло, можно так сказать. Ладно, в дискорсе нет. Это вот сейчас справа будет что-то, о чем говорили, да? Да, да. Сейчас мы там повернем. О-о-о, это елка, да? Я уже вижу. Это центральная елка, да. Самая главная, да? Самая главная. Самая главная, да. Шторку вот эту убрать. Я снимаю через шторку. А я, наверное, сейчас... А, вот, все, супер, теперь все видно. Ура! А то через шторку такое все было такое, очень мрачное. Как они елку продумали то одним цветом, то другим. Смотри, какой минус красивый там. Потрясающе. Здесь только света, я не знаю. В центральной улице, да? Правда, кажется, как будто света и украшений еще больше. Минус красавица. Смотри, какое здание там красивое. Ну, там новое здание, кстати, оно еще не функционирует. Построили... Непонятно, что там будет, да? Да, они могут сдать в аренду. Дорогую аренду оплату поставили. Башню отсюда видно. Вот это сверкающее, которое мы видели, только макушку. Отсюда и видно целиком. Красиво, как коронка. Какая красота. Красота, да. На Останкино походу. Она какую-то нагрузку несет смысловую, но для чего она? Непонятно? Я думаю, да. А, это казино. У нас же такой нарядный с короной. Заедьте, проедьте, там и выйдем. И вот это самое такое тусовочное местечко города Минска. Если в летний период... Одной из. Одной из. Одной из, да. А если в летний период, просто нет посадочных мест. Молодежь, тусовки, караоке, дискотеки. Тут такие дискотеки. Знаешь, за вечер деньги сумасшедшие собирают. Здорово. Я бы потанцевала. Это я люблю. Поехали. 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 Правее. Правее. Да, и машинки такие здесь серьезные. Угу. Угу. То есть тут ночью, да, люди отдыхают. Молодежь. 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 Сейчас еще как бы ни о чем. Да, некоторые из них даже закрыты еще. Многие даже закрываются в зимний период, потому что нерентабельно. арендная оплата здесь очень дорогая. Угу. А в летний период они обратно открываются. Угу. И там на улице музыка, возле каждой кафешки столики стоят, террасы. Не, не, не. Все такое очень интересное. Ой, как красиво. Там вообще все стеклянное. Справа домичек. Ой, красиво. Все больше и больше хочется летом сюда. Очень красиво. Ну, какой красивый. Самый кот здесь в Донецке. Видишь, как есть. То есть есть экскурсия на теплоходе, ты можешь поплыть и тебе расскажут про город. Да. Вот в Санкт-Петербурге я так плавала, мне очень понравилось. Там тоже плывешь, там музыка, тебе что-то рассказывают, пьешь чай. Да, здесь очень много интересного. Такое на любой вкус бары. Да, вот это точно. Так еще наверх тут можно подняться. Помнишь, как мы наверх поднимались по ступенькам? Да, наверху. Наверху. Вот, да. Вот, Таня, старый город. Вот это старый город. Да, да. Вот это мостовая, наверное, такая, да? Да. Да, 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 да. Это же мы прям в центре, да? Да. Это центр и основа строительства всего города Минска. Вот это часть старого города. Мы были с той стороны с другом. А, это старый город, я поняла. Там она будет. Мы ей там отдадим, и мы свободны. Верхний город? Да, это верхний город. Это исторический центр сердца архитектурного города. И место от которого можно добраться до любой точки, кстати, столицы. Вот. Здорово. Можно окно тебе открыть. Это как у нас Красная площадь получается, да? Примерно, да. Да. В Москве Красная площадь, а здесь вот эта вот точка отсчета. Дина, в торговых центрах всевозможные. Подземные тут торговые центры. Очень много всего. И метро такое интересное. Я даже не знала, что в Минске есть метро. В Минске метро огромное. Ну, не то, что огромное, но большое. Большое. Но не такая, конечно, Таня, как в Питере. Я помню, как в Питере, в Москве. Вот это справа огромный торговый центр. Кстати, ты в курсе, что в Москве самое запутанное метро? Хоть и Стамбул он большой, но в Стамбуле очень четкое и понятное метро. А говорят, что в Москве и в Питере настолько запутали метро. Тяжело. Ну, в Москве, наверное, самое тяжелое. Его же все расширяют и расширяют. В Минске вообще очень понятное метро. Никаких трудностей нет. Что здесь направо? В Санкт-Петербурге нравится метро, что там такие двойные двери на случай потопа, где вот эта ветка такие железные ставни. А мне нравится, когда спускаешься в самое глубокое. Там же самая глубокая ветка метро под Неву, когда спускаешься. Да, но у них столько много разного продается, интересного. А дальше, видимо, река, да, с той стороны, на набережной расположенной. Мы ехали по ту сторону людей. Хочешь, не придумаешь. Да, так красиво. То мы едем вот в это стеклянное здание, и там на втором этаже кафе, да? И видно ЖД вокзал. Нет, хорошо. Нет, я узнаю, нет. Мы поедем по левую сторону от ЖД вокзала в здание, в торговый центр. Поднимемся на самый верхний этаж, и будем видеть красиво вот эти вот старые постройки. Отлично. И ЖД вокзал, наверное, тоже увидим. Супер. ЖД вокзал нового постройки. А вот эти здания, которые будут напротив торгового центра, они как раз таки из старых сооружений. И вообще они с такой подсветкой красивые. Тебе очень понравятся. Давай вот так. Вот так. Сразу вид открывается на город отсюда. Даже с парковки. Прикольненько. Там, наверное, вегетарианский даже. Где? А, вот, да. Вот это вегетарианское отдельно. Ну, вообще здорово. Обо всех подумали. Вот такой балкон. А, вот это балкон? Ну, да. Его мы искали. Я не передала, потому что он окно. Нет, ну мы же еще в окна не смотрели. Может быть там из окна, наверное, видит красивый. Русская кухня, пожалуйста. Ой, хинкальные, нарядные. Взоры какие. Здесь даже кафешка, вагон. Смотрите, как здорово. Можно заглянуть в окошко. Посмотрите, как там сидит. Ммм. 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 Как интересно. Я ни разу не была в таком местечке. Огромная площадь. Такая уютная. Рождественская. При этом зеленая. Чуть ли не пальмы стоят. Обалденное сочетание. Потом посмотрим, какой вид из окошко открывается. Ну, это где-то за границей. Вообще далеко-далеко отсюда в Европе. Мне очень нравится место. Обалденно. Все кругом стильно. Здесь даже есть сцена, где выступают. Видите, там всякие барабанные установки, елочки, экран. Наверное, приезжают разные группы и живые выступления. Обалденно. Совершенно потрясающая подача лимонада. Какой-то волшебный эликсир вечной молодости. Ой, как мне нравится. Как мне нравится. Все со вкусом. Фен и Хаби. Глядите, какое название классное. Солнечное. Свет хлеба. Здорово. Второй круг идем Не можем выбрать, где остановиться Потому что столько всего разного И когда такое разнообразие Тебе хватит попробовать все это Не знаешь, где же, где же, где же Оно твое и самое-самое вкусненькое На горбушу она больше похожа Структурой своей Это морская рыба? Да, да Кижич называется? Сколько такая рыба стоит? По 7 рублей за 100 грамм Без учета сегодняшней скидки А скидка есть ли? Сегодня есть, 15% А это какая она, есть здесь целая? Вот, здесь она палычками идет Цель слишком большая Для того, чтобы ее продавать Не боитесь камеры? Не, не плохо Не смотря для чего Нет, на память о вас Очень симпатичная А вы откуда? Я из Подмосковья Мы не белорусы Нет, простите меня Смотрите рекламу своей рыбки Смотри, прекрасно Все срочно приезжайте к ЖД вокзалу За рыбой Приезжайте в Беларусь Тут рыбка А у вас часто скидка бывает такая большая, 15%? По будням А, по будням Понедельник, вторник Очень грустно Ясно 38 рублей Ну, такого-то можно угол Ну, это недорого А вот тот-то поменьше Который поближе ко мне Или... Хвост Ну, просто так хвост Ну, все, тогда смотрим Вот этот палычок Такой палычок выйдет на 21.30 Опять-то без учета Прекрасно нам подходит Давайте Ну, давай Взять его, да? А, то скидка будет вообще шикарная цена Это, там, огни, картошечки, гарнирчиков никакого нет Мы, к сожалению, не готовим Но есть куча других мест, которые готовят гарниров Вы приходите, а, с нашим булочком Здесь разделаем Ну, желаем Или разделать, тебе я сам его уже сделаю Пускай сделаем Ну, давай, разделаем 21.40 рубля За наличными картами Если рассчитываю, то есть шанс туда прям сесть возле окошка в самое красивое место Все, шикарное место наше с видом из окна Так, а это же не ЖД вокзал, это что-то другое, да? По левую сторону ЖД вокзал А, вот там, где Ёлка ЖД вокзал, да? Да, да, да А справа? Это... А, там жилые квартиры, а снизу всякие кафешки, да? Да Как красиво Здорово С рыбкой пришли Мы со своей рыбой, я предлагаю еще 2 рубля забрать себе чаевых Чтобы шикарное место заняли, чтобы уже, да, брать? Шутка Давай, Танюша Рыба вкусная, сейчас присоединюсь Могряжие щечки и чайный пергамот Всем вас ждешь Здорово Все, Мишка, где он пьет Блюдо номер один Сырные палочки Главный вопрос, где сыр? Это тесто, посыпанное чем-то Похожим на сыр, может быть, как чипсы В общем, это тесто Мы думаем, что будет реально горячий сыр Да? Вообще, киченез немного спасает ситуацию У вас нет такого киченеза, вы не называете? Есть Кетчуп с майонезом Да? У нас киченез Без киченеза это вообще было бы просто провал Но мы голодные, и мы все-все быстренько уговорили Вареники, говяжьи щечки Ой, говяжьи щечки, вообще очень красиво Сейчас мы их слопаем в один раз О, красота! Они тут вкусные Специальный соус необыкновенный Картошечка по-белорусски Классненькая, очень классная О, я же сама захотела Потом, видите Как она называется? Это овощи Овощи На гриле, наверное, да? На гриле, да Все на гриле, все классно, все дешево Всего стоит 2,5 доллара Где такое купе? Нигде Только в Минске приезжайте Правда, 2,5 доллара и пошутили? Я тебе говорю Есть места, где приходишь кушать, и деньги тебе назад дают Да Я не верю Да, первый раз, когда приходишь А-а У меня вареники с грибами запеченные В каком-то сливочном соусе Или под сыром Не знаю, что это Но выглядит необыкновенно Вареники настоящие Не как сырные палочки Сырные палочки – это развод Но мы были голодные и съели А вареники просто Как Наташа скажет Наивкуснейшие Потому что они с сырным соусом Сливочным Грибочки очень-очень вкусные Бывают безвкусные Эти просто огонь Укропчик чувствуется Начиночка шикарная Тесто тонюсенькое Здесь у меня лежит С вишней Еще не пробовала Но Юля говорит, что Огонь просто Это с вишней Вот И знаете, что хочется вам Основно чесался нервничью сказать Что вот многие смотрят сейчас И говорят, когда видят Как мы хорошо отдыхаем Или развлекаемся Или сами кого-то развлекают Говорят Как вам не стыдно? Это первое время чумы Там война Люди гибнут А вы, значит, тут едите Я думаю, что вы тоже едите Но суть не в этом Суть в том, что Если мы даже посмотрим На этот торговый центр И на этот зал Представляете? Спасибо Вы можете видеть сметану Официанта Просто можете себе представить Сколько людей здесь работает Сколько парней Девчонок Женщин Это чей-то бизнес И что если мы сейчас Из-за того, что где-то война А война, я хочу заметить Она всегда в мире где-то есть Может быть, она не была Так близко к нам Но она всегда была А сейчас Это даже неплохо Что мы задумались Когда она близко стала И мне кажется Как раз именно те люди Которые до этого Других войн И вообще проблем на земле Не замечали Они сейчас Когда сами почувствовали Вот тогда у них Как бы ёкнуло И поэтому такая резкая реакция Но сейчас не об этом Сейчас смысл в том Что вот Если все это закроется И мы не будем развлекаться Не будет снегурочек Не будет Дедушек Морозов Да Не будет вообще Вот этого всего Сферы услуг И развлечений То просто тысячи А может быть, миллионы людей Останутся без работы Кому станет легче Да Мы не знаем Как бы Может быть, люди Благодарительностью занимаются Может, они помогают тем Кто сейчас на этой же войне Мы не знаем У кого болеют родители Бабушки или дедушки Вот у этих пацанов Да Которые здесь официанты Мы не знаем их судьбы И как мы можем решать Что мы не должны вкусно кушать Или мы не должны что-то отмечать Потому что война Я с этим в корне не согласна Фу Я высказалась И желаем всем Приятного аппетита Да Жутчайшая несправедливость Обычно отломают У меня есть сливки А вот у моих замечательных друзей На сливках лежит Пусочек ванильного Шарик мороженого Вот так, значит, с яблоком Я же шучу Очень вкусный десерт Очень красивый У меня с вишенкой Что-то яблока, мне кажется, и так много Мне захотелось вишенку У меня такое чувство, что тебе поведет В любом месте Да Спасибо Победила дружба Спасибо большое Свет в студию Благодарю Мы поели Нам все очень-очень понравилось Виды шикарные Еда прекрасная Кроме, естественно, сырных палочек Что хочется сказать Что мы не зря снимаем этот выпуск Знаете почему? Потому что целый день мы повели В этом прекрасном городе Минске И знаете, если бы я не снимала бы Сегодня потом сказали бы Татьяна, почему так мало снимаете? Ничего не показываете? И день бы прошел Боя вам взяла Не только я, еще не Борисович, Юля Показали вам весь город Еду Абсолютно все Да, это мы Юля Что не так? Наелись, отдохнули Время 10 часов вечера Идем погулять чуть-чуть По вечернему, уже позднему Минску И потом поедем в Борановичи А идем, вы знаете, куда? К карете Здесь, видите, такая арочка есть красивая И вот эта карета нас так манила С дороги Мы поняли, что мы не уедем Пока не дойдем до нее Да Мы думали, что, возможно, можно в нее попасть Сфотографироваться внутри Но чем ближе я подхожу Тем больше у меня в этом сомнений Я вообще, знаете, я бы на лошадку залезла бы Как красиво Сказочная Вот хотела же поиграть в золушку Но, видимо, не получится Она такая высокая Ого Это моя рука Представляете, высоко Почти-таки максимально поднята А карета еще Вон она какая А сверху Богородица Представляете себе Тут вообще заметила и на дороге Вы знаете, такие растяжки Где вот такие вот фонари Вот так вот натянуты Прям Посреди трассы Я тоже видела образ Пресвятой Богородицы И здесь на карете Она Так, знаете, все Видите, как Религиозно Лошадь огромнейшая Тоже Ну, конечно, хочешь Попсотыль на меня На фоне нее Она выше меня Вот, рука моя вверх Огромная лошадь Красавица Ну, ладушки А, знаете, куда залазит? Я поняла Вот сюда, мне кажется Вперед залазят на нее Сто процентов Там даже следы видно Да-да-да-да-да А во внутрь не попасть И порожек есть Может, она открывается? Нет Ну, нет У меня просто порог-то есть Вот, как бы, ну Так можно просто этот Привстать на нее А я, знаешь, нет Я не привстать Я бы Да, идея Вот, вот сюда следы Люди залазят, я вижу Я бы залезла бы Так вот, смотри Это просто Это просто Ой, я тоже хочу Тебя почти не видно Но видно, что ты там Во, вот так тебя видно Класс Вы знаете, чтобы я сильно Не расстраивалась Что я светящуюся не полезла Потому что я штрафы побоялась Подхожу А тут за углом Меня уже ждет другая карета Сейчас я в ней посижу Проще, конечно Не светящиеся Видите, как оно Вот Карма, карма какая Да? Что Юле достала И что мне? Прости Это тоже заняли Даже это не достало Увели Прям под носом Опять от меня сбежала Последняя электричка Ну ладно, идем дальше искать Я должна залезть Мы дождемся, конечно Когда я залазила Он на лошадь Когда мы про барановича снимали Сейчас девчонка поедет Не с места, не с места Как ты шла? Ой Все Посидел Действительно старый город Очень красивый Как будто попадаешь в другое время Видите, на окнах такие Ставни Под ногами Мостовая Такой вот красивый Костел Мне кажется Как будто вообще на улице светло На самом деле Темно-темно Время уже половина 11 У меня садится батарейка И поэтому мы скоро будем Заканчивать этот выпуск Я очень-очень надеюсь Что все понимают Что Ну Я вообще на самом деле В Минске была один раз 14 лет И вот сейчас второй раз Вы знаете Я так рада Я так рада вообще погулять Все это увидеть Увидеть новые места И вообще Ну И архитектуры И кафешки Но так долго не погуляешь Потому что знаете Очень-очень холодно Кажется Вот У нас в деревне Намного теплее В Минске было Тут недавно мороз Минус 17 Все дни А у нас была Максимально низкая отметка 7 градусов И поэтому нам сейчас здесь Кажется так холодно Ну и вот аккумулятору Тоже так кажется Поэтому он Потихонечку Садится Спасибо всем Кто был в этом выпуске Спасибо Тем Кто разделяет Со мной С нами С нашей чудесной компанией Нашу радость Я Искренне сострадаю И сочувствую тем Кто пострадал От той ситуации Которая сейчас происходит В мире Либо Кто переживает За своих близких Да Которых забрали И я вас очень прошу Как-то Я не знаю Если вы в любом Случае смотрите Какой-то Ну более-менее Развлекательный контекст Ну Не сердитесь на меня Моя же как бы Задача Ну и вообще Такое Мое внутреннее желание Делиться с вами Чем-то хорошим Делиться приключениями Делиться чем-то новым Ну не хочется Грустить И говорить Как в мире Все ужасно Потому что Если мы все будем На этой волне То я не думаю Что будет Кому-то лучше От этого Я думаю Что если есть Возможность Множить радость Надо множить радость И у кого нет сил Уже ее множить Значит Все не могут Ее множить Но самое главное Считаю Что что бы ни происходило Будет здорово Если мы не будем Все Злиться друг на друга И упрекать за что-то Это уже Будет наш Так сказать Первый шаг К миру К миру К добру И К принятию Желаю всем Прекрасного настроения И спокойствия Чтоб ваши родные И близкие Были живы И что Как бы не было Сейчас кому-то из вас Тяжело Помните Что это все временно И что на все Воле Божье Я от судьбы Нам не убежать Ну какие яркие окошки А ты будешь бросить И на этом мы Наверное Все-таки закончим Рука у меня мерзнет Батарейка садится Все Целую вас хорошим И обнимаю Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok